Всем огромнейший привет! Демус, это я. И хватит болтать, пора начинать. Я тут в конце года решил пройтись по настойкам. У меня их в баре очень много, а вот интересной водки на самом деле маловато. Ну вот настойка, настойка горькая. Жура-ви-но-ва-я. А я всегда читал журавлиная, а тут жура-ви-на-ва-я. То есть как песня-на-ва-я. Ну или журави-на-на-на-на-на-ва-я, как для заза-заик. Ладно. Вот уже первое открытие. Я думал, с журавлями связано. А нет. Внимательность не мое. Ну, ягодками пахнет. Так приятненько ягодки. Пить вредно, жить страшно, и все мы там будем. Жу-ра-ви-на-ва-я. Да, ягодки тоже присутствуют. Совершенно не жизнь, но помимо ягод, у меня почему-то такое ощущение, что что-то такое терпкое может быть связано с шиповником. Или ягодка какая-то терпкая достаточно попадается. Потому что это реально не переслажено. Ягодка-ягодка и что-то такое вот немножечко горьковатенькое. После вкуса, кстати, не особо долго. Довольно-таки быстро оно прошло. Вернем. Вот хрен с ним. Да, ягодка есть, но что дает горечь? У меня сегодня закуска несколько нестандартная для меня. Я редко, когда жареную рыбку пользую к потреблению под разного вида вульгарные напитчики. Но вот здесь рыба была. Не пропадать же ей. Хотя, конечно, так выглядит. Жутковато, как говинда, но ничего. Я, на самом деле, не знал, какую закусочку взять. Потому что, ну, мало ли, вдруг сильно сладко или какой-нибудь там ультразабубенный вкус. Поэтому, если что, есть еще мандеринка. Ну, в принципе, и с рыбкой тоже ничего. Смотрим, читаем. И, может быть, даже немножечко сопереживаем. Бульбаш. Написано. Настолько горькое. Журавиновая. Белорусская. 37 градусов. 0,5. Здесь ягодки. Original product 100%. Затейники. Ну, как всегда, вот эти вот були-були-були. Ай, блин. Здесь, конечно, состав не для зорких соколов. Но просто свет светит в лабаш. Так. Вода питьевая. Из артезианской скважины. Исправленная. Спирт. Люкс. Пищевой экстракт плодов. Клюквы. Сахар. Экстракт сухих ягод. Бузины. Аронии. Черной смородины. Пищевая добавка. Регулятор кислотности. Лимонная кислота. Потом экстракт клюквы. Пищевая добавка. Краситель. Сахарный колер. Здесь не один простой, как обычно, а четверочка. Произведена и разлита ООО. Завод Бульбаш. Беларусь. Минская область. Минский район. Петришковский сельский совет. Деревня Венделево. Ну и все. У меня, кстати, 22-й год. Ну, вот в составе ягодков всяких много. Да, во вкусе они тоже чувствуются. Но я бы не сказал, может быть, вот клюка здесь мне больше напоминает, как вот косточка от клюквы. Такая вот стерпковатая такой горчиночкой. И все равно вот, может быть, бузина вот эту горе задает. Вот я в ягодах вообще не разбираюсь, потому что мы тут в степи живем. Какие тут ягоды, блин, кроме смородины да клубники. Зазнатоков. А, еще малина, да? Ну и рябина на парковке. Помидорчик. Вот точно понравится тем, кто любит настойки не переслаженные. Хотя я, конечно, вот ожидал фруктов несколько больше. Вот у меня такой еще какой-то эффект чем-то напомнило отдаленно компот, такой столовский, сухофруктов. Так, ну самое время выпить. Еще рыбки, что ли? Мне кажется, она подойдет как под какую-то совсем легенькую закусочку. Из разряда какие-нибудь там фруктики, яблочки, шмяблочки, и под что-то более такое человеческое. Я молодец. Руки мастера. За что не возьмусь, везде успех. Вообще, конечно, вот из тех настоек бульбаша, которые я пробовал, меня, наверное, отрицательно удивила только перцовка. Зубровка вот такая вот. А больше, походу, я ничего не пробовал. Ну вот это, журави новая. И помидорку. Ну, идет, кстати, неплохо. Так, ну теперь пришло время охренительных заявлений. Подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты, приглашайте друзей. Ну, а кто может поддержать канал, добро пожаловать на Бусте. Там есть эксклюзивчики, а также ранний доступ к новым видосам. Заранее спасибо и за вас. Я, кстати, вот удивился, что она прям нехерово так заходит под рыбуленьку. Теперь вот надо под манда-манда-манда веселый мандарин попробовать. Не, конечно, не без минусов вещь, но в целом идет-то. Идет. Идет, идет, находит. На меня находит. Что, конец года бывает. Но за вас. Ну, и так тоже сойдет. Как я вот ранее говорил, что действительно под разную закусь можно использовать. Вот главное без закуси не использовать. Без закусья никуда. Так, что-то все. У меня охренительных историй на сегодня больше нет. Чутулю. Помидорку. К итогам. Вроде бы все рассказал, поэтому можно как-то попытаться эти все мысли распутанные, запутать опять назад в клубок. Значит, ценник где купил? Я брал в Магните. У нас, в принципе, только в Магните Бульба, что я представлен. Ценник, ой, там ценник вообще был разный, потому что я уже брал по 309. Была она и по минималке, и была дороже. Но вот последнее то, что вот я брал, это 309. Ну, ценник хороший, конечно. Так, ну а теперь что по вкусу? Не пересладили. Ягодки тоже чувствуются. Но, как по мне, хотелось бы, может быть, более акцентированно, что ли. Потому что все это классно, такой слаженный вокальный ансамбль. Но, может быть, акцент на клюкву. Ну, или я ни хрена в клюквах не разбираюсь, как и во всем. Не знаю. Есть вот именно терпкая горчинка. Может быть, может быть, вот я бы от себя еще добавил, что, может быть, чуть-чуть бы еще там, может быть, митку бы. И было бы, наверное, просто весело, красиво, задорно. А так просто будет весело и красиво. Поэтому пусть будет 4,5, либо 4 с плюсом. Вот так вот. Мощно. Повторяю, в миллионный раз. Я ни в чем не разбираюсь. Мнение мое субъективное. И далее по тексту и по списку. Всех с наступающим. Ну и, конечно же, до скорого. Ну и, конечно же, до скорого.